В Крыму жители крупных городов создают отряды самообороны и сами следят за порядком на улицах. Ассоциации с ЕС они не хотят и обещают не допустить провокации со стороны радикалов. Накануне в Севастополе горожане впервые за много лет самостоятельно выбрали нового мэра. До сих пор кандидатов на этот пост утверждал Киев. Подробностями Алексей Петров. Это был словно ультиматум горожан, предъявленный местным депутатам. Севастопольцы потребовали, чтобы их всенародно избранный руководитель города немедленно приступил к исполнению обязанностей. И как только пронеслась весть, Чаловы пытаются арестовать сотрудники Службы безопасности Украины, люди сразу вышли на улицу. На центральной улице Севастополя, улице Ленина, перекрыто движение. Повсюду российские триколоры, только что российские флаги были установлены на здании городского совета. Горожане здесь ждут, когда Алексей Чалой, избранный руководителем города на народном сходе, будет официально утвержден на этой должности. В Севастополе главу города не выбирали два десятка лет. Его назначал президент. Но события в Киеве не оставили выбора. Люди настроены категорично. Севастополь был, есть и будет российским. Севастополь! Севастополь! Один за одним горожане выходят к микрофону. Звучат призывы поддержать Беркут. Ребята, кто может принять беженцев, есть серьезная проблема. Например, Беркут. Эти ребята уже находятся в подполье на западной Украине. И они вчера обращались ко мне. Если они приедут, примет ли их Севастополь? Да! Общее настроение в городе подчиняться новой украинской власти здесь, очевидно, не собираются. Россия! Россия! Как Киев может отреагировать на это решение? Потому что известно, что ранее главу города назначал президент. Я думаю, что Киев отреагирует, как всегда. Расстрелять, посадить, повесить и все остальное. У них только такие методы. У этой бандеровской сволочи только такие методы. Понимаете? Пусть они там решают, что хотят. Оставьте нам Севастополь. Все. Мы здесь будем свою власть устанавливать. Итог. В Севастополе появляется новая структура управления по обеспечению жизнедеятельности города. Его и возглавил Алексей Чалый. Вот он выглядывает в окно сразу после заседания. И тут же выходит к людям. Это называется координационный совет. Там есть технические результаты. Но по сути, по сути, наполнение функций, это... Исполнительный комитет. По сути, я могу делать то, что необходимо. Собравшиеся без лишних слов понимают друг друга. Тут не могут по-другому относиться к киевскому националистическому перевороту. Теперь в ближайшее время будет создан комитет обороны Севастополя. Алексей Петров, Андрей Назаренко, Лев Сергеев. Вести, Крым.